Приветствую вас. Давайте разберём наш вопрос. В другую страну он из-за многих проблем не смог удержать свои обещания, из-за этого много обид накопилось. Потому что мало того, что я стресс от приезда переживаю и скучаю по родным, так и ещё куча проблем у него постоянно. Если бы я была в своей обстановке, мне было бы легче так из-за того, что я переехала в другую страну и теперь сама здесь пытаюсь забыть всё, что мне нужно. И волнуюсь постоянно, обиды на него копятся из-за этого. Я понимаю, что никто не заставлял меня переезжать. Получается, я на протяжении всех наших отношений стала той хорошей девочкой, которая вас всем поддерживает и любит. А то, как я себя ощущаю, при этом уже дело второе. Не очень хорошо мне в этой ситуации. Просто осозналось, что я постоянно поддерживаю меня на протяжении года. В стрессовой ситуации выгоняет с первых месяцев в совместной жизни. Я улетела от него, потом он начал мне помогать и поступками доказывать. Я вернулась, всё было хорошо два месяца, а теперь у него опять всё плохо. А мне сложно справиться с своим стрессом. Я должна сама и так же ещё поддерживать во всём. Быть рядом добрый и нежный. За год уже без этого. В чем же ваш вопрос? А на нем? Чего спросить-то, собственно говоря, хотели у психологов-то? То есть, ну понятно, что вам в этой ситуации нелегко. Это понятно. А понятно, что вы чувствуете себя так, как чувствуете. Но какую задачу вы ставите перед психологом, вот в чём вопрос. Такое ощущение, по крайней мере у меня, возникает. Если как-то опираться на то, что вы пишете. Вот такое у меня чувство, по крайней мере, возникает. Что вы всё время ждёте чего-то от молодого человека. То есть, всё время вы надеетесь на то, что он будет вот таким, каким нужно вам, чтобы он был. Вот, а он всё как-то вот таким человеком всё не становится и не становится. Вот. На мой взгляд, то, на что бы я обратил внимание, это на то, что в целом вы свои отношения, с, ну вот, с мужчиной, да, вы начали эти отношения, как бы, ну вот я бы сказал, с жертвенством. Вот. Вот это, пожалуй, самое такое, ну самый такой показательный момент. То есть, вы начали отношения с жертвенностью. Вот. Ну, ни одни отношения, в принципе, не идут хорошо. Вот. Ни одни отношения не идут хорошо. А, если они как-то вот, а, ну, если в них присутствует некая жертвенность, вот, ни одни отношения хорошо себя не чувствуют, и люди, хорошо себя не чувствуют тоже, что, в принципе, на мой взгляд, вы довольно хорошо демонстрируете в своём сообщении. И то, на что бы я хотел обратить ваше внимание, это именно на то, каким образом, как вы оказались в ситуации, когда вы, например, знаете, что вам достаточно, ну, тяжело, тяжело дастся переезд, да, тяжело даётся вам эта история, вот как так вышло, что вы решили вот с собой, значит, пожертв, что вас, ну, что вас натолкнуло на, так скажем, вот, такой подход, вот. Это очень важно, потому что именно ваша жертвенность делает вас такой несчастным, вот. Именно склонность, как бы, к тому, чтобы с собой жертву, то есть нарушать свои личные границы, вот. На мой взгляд, это очень, это очень важный аспект ситуации, на которую нужно обратить внимание. И так, значит, вы пишите вместе больше года, а живём около восьми месяцев вместе с вас очень быстро отношения начали развиваться, судя по, тому, что вы пишите, да, то есть у вас очень быстро развиваться отношения, вот. И, ну, вероятно, есть какие-то вот причины для этого, есть какие-то основания для того, чтобы, ну, чтобы ваши отношения вот развивались так быстро, вот. То есть, ну, по сути, несколько мест вы провели в позиции встречающихся, а потом уже началось сразу жить место. Вот. То есть, здесь какая-то спешка, возможно, имеет место быть. Вот. Возможно, что-то ещё. Дальше. Значит, раздражают многие вещи, в нём люблю его. А что вы, вот, вкладываете в то, что вы любите его, вот, что вы вкладываете в это? Что вы вкладываете в «люблю»? Опять же, поймите правильно, да, никто не говорит о том, что вы его не любите. Ну, просто хотелось бы, конечно, как-то понимать, что вы имеете в виду, говоря, я, я, ну, что вы любите его. Потому что, ну, я думаю, я думаю, что вот вам уже как-то понятно, что тот факт, что много, например, в человеке вы не принимаете, да, тот факт, что вы много достаточно человека не принимаете, это как бы свидетельство вот о том, что ну, не совсем здесь о любви идёт речь. Вот. Понимаете, да? Поэтому я бы, конечно, вот, тут, тут бы, обратил бы внимание на что я вкладываю в слово «люблю». «Было много хорошего, но сейчас уже около двух месяцев, всё мне может раздражать, в моей голове не надо покой, всё время кричит о том, чтобы достаться и что вас останавливало». «Я много чем пожертвовал и переехал в другую страну». Ну, вот ключевой момент, да? То, что для вас это жертва. Дело в том, что когда человек вот с собой жертва, то он нуждается в компенсации. Вот. И это очень, очень сильно влияет на поведение человека. Он становится не свободным. Такое поведение, человек становится не свободным, да? Вот. И если человек с собой жертва, то вот у него есть вот такая, ну, по сути дела, постоянная практически потребность в том, чтобы вот… условно говоря, ну, условно говоря, ну, что-то компенсировали. Вот. То есть это вот на данный момент, да, это вот то, что, в принципе, вы делаете. То есть, то есть жертва собой, вы по сути дела, значит, начинаете ожидать или, ну, вводите себя в такое состояние, когда вы постоянно чего-то ждете. То есть совершенно очевидно, что здесь вы, ну, испытываете трудности с тем, чтобы полагаться на себя, испытываете трудности с тем, чтобы… как-то вот опираться на себя. Дальше, значит… Приехал в другую страну, он из-за многих проблем не смог держать свои обещания, из-за этого много обидных опелок. А, да. С обидами можно и нужно поработать. Обиды – это… действительно, действительно, такая история, которая способна… способна… ну, разрушить много… множество отношений. Вот. Поэтому… с обидами действительно можно поработать, да, обиды – это ожидание, обиды – это… в общем-то… то, что я жду вот другого человека, вот. А, значит, потому что мало того, что я испытываю стресс от переезда, да, пишущего и скучаю по родным, да, то есть тут вот… вот это действительно нужно проживать и стресс от переезда, и скучаю по родным, вот. Но ещё здесь имеет место быть как бы привязанным к родным, что накладывается на… факт вашего… переезда. Ну… Эм… так, странно, теперь я здесь пытаюсь добыть всё, что мне нужно сама… А, должно быть по-другому, да, я так понимаю? И волнуюсь постоянно, из-за чего обиды на него копятся, обиду нужно поражать, да? Хотя понимаю, что никто мне не заставлял переезжать, получается, я на протяжении всех отношений стал той хорошей девочкой, которая вас всем поддерживает и велеть. Значит, вы были склонны к этому, вы были склонны со мной, чтобы стать хорошей девочкой. Ну, вот. Эм… Просто я осознал, что я постоянно поддерживаю, и он меня на протяжении года… э… стресс в эстации сгоняет с первых месяцев в совместной жизни. А, естественно, перекладывает ответственность. Я улетел от него, потом он начал мне помогать и поступками доказывать, я вернулась. То есть, смотрите, вы возвращаетесь не к нему, а к поступкам доказательства. То есть, вам нужна стабильность. Вы ответственность за эту стабильность прикладываете вот на человека, на мужчину. Ну, все было хорошо два месяца, теперь опять у него все плохо, мне сложно справиться с стрессом, я должна сама и так еще поддерживать вас, всем быть рядом, добрый не знаю. Почему? Почему вы должны быть добрый не? От вас этого кто-то… Ну, от вас требует этого кто-то или как? Почему так? Почему такая история происходит? Эм… На этом все. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Обращайтесь.